Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Прошу помочь мне в личной ситуации, которая находится на грани разрыва. Объясню почему. Познакомились в мае и в мае по интернету и почти сразу сильно влюбились друг в друга. Ну смотрите, как и сказал вам мой коллега Кудрущев Игорь Леонидович, позиция личной ответственности является единственным вариантом рассмотрения данной ситуации. Поэтому здесь все далее, я буду говорить от вашего лица. Я познакомилась с мае по интернету и почти сразу сильно влюбилась в мужчину. Смотрите, есть ощущение, что раз вы познакомились в интернете и сразу влюбились, то есть ощущение, что влюбились вы действительно в образ. Что такое образ? Образ это форма наших желаний. То есть вам чего-то сильно хотелось, под это попал мужчина и вы влюбились. Все. Живем в разных городах, но дистанция не такая уж большая. Не такая уж большая дистанция для кого? То есть для вас или для мужчин. Сейчас отношения находятся на паузе. Что это значит? Помимо того, что вообще вызывает вопрос, что есть отношения. То есть, ну, вот как это? То есть, есть ваше отношение к человеку, то, какие чувства он у вас вызывает. Есть отношения к человеку, то, какие чувства вы вызываете у него. Мы можем говорить только о вас, о том, какие чувства у вас вызывает человек. И если человек узнает у вас какие-то чувства, то отношения, по крайней мере, ваши, на паузе не находятся. Но если мы говорим об отношениях, как о некой такой, ну, можно так сказать, социальной форме, да, то здесь мы можем говорить действительно о паузе. Но только это пауза, а то больше социальный или стереотипический способ посмотреть на взаимодействие между двумя людьми. Вы пишете, было очень много ссор и недопониманий между нами в силу разных причин. А я полагаю, что ссорились вы и недопонимали тоже вы. Здесь я рекомендовал бы в первую очередь изучить психологическую игру скандалу. Она позволит понять механизмы ссор. Скажу только, что есть проблемы здесь с личными границами, с выражением своих чувств и со страхом близости. Ну и понятное дело, что личная выгода тоже присутствует. Что касается недопонимания, то здесь ситуация заключается в том, что при недопонимании человек пытается опереться на другого, но не на себя. Игнорируя, например, то, что он не слышит, не воспринимает себя, свои чувства, свои переживания. Он пытается опереться на аналогичную историю другого человека, естественно, у него не получается и возникает то, что люди называют недопониманием. Поэтому здесь нужно учиться слушать себя, а недопонимания не будет. При этом сохранились чувства друг к другу и тяга. Опять же, если вы можете говорить только за себя, если сохранились чувства, то какого рода эти чувства, если сохранились тяга, то что это за тяга? Ну, то есть, что вы понимаете под тягой? Оба очень спильчивы и с непростым характером. Опять же, давайте будем говорить только про вас. Я спильчива. А хотите ли вы это изменить? Хотите ли вы это исправить? Вы говорите про непростой характер. Что вы имеете в виду? При этом мужчина, собственник по натуре, доминанта, не любит, когда на него давят, кричат и какие-то претензии выставляют. Ну, про мужчину, как я уже сказал, мы говорить не будем. Я же хотел больше внимания от него, потому что мы на расстоянии, в виде каких-то жестов, бада и подарков. К этой позиции можно относиться как с точки зрения ценности, когда вы считаете, что именно так мужчина должен себя проявлять. И в таком случае вы смотрите на то, проявляет ли себя реально человек или нет, и если нет, то он вам не подходит. Либо вы на это смотрите с позиции решения своих каких-то внутренних проблем и противоречий. В таком случае это вопрос психотерапии, а именно работе с самооценкой и страхами, потому что подарками. И какими-то жестами человек должен был подтвердить, что вы важны для него. А сами вы в этой важности сомневаетесь. Прекрасно знаю его финансовую ситуацию свою тоже, мы оба с долгами и кредитами, но, как говорится, никто этот бакетно-конфетный период не отменяет. Не очень понятно смысл, не очень ясен смысл этой фразы, если вы понимаете, что есть финансовые проблемы, о каких подарках идет речь. Вы или понимаете и принимаете ситуацию, что финансовые возможности делать подарки нет, или вы не принимаете. Тут получается, что вы говорите, никто этот бакетно-конфетный период не отменяет. Никто мы их не отменяет, но финансовая ситуация, она диктует свои правила, разве нет? Здесь получается, что вы подарки и какие-то жесты выносите на первый план, нежели самого человека. Один раз я как-то сказал ему, что мне обидно, что я не получила подарок на ДР. Опять же, многое здесь происходит из ценностей ваших, но на мой взгляд несколько, вот как вы сами, как вы сами считаете, вот как вы сами относитесь к тому, что вам обидно не получить подарок на ДР, не кажется ли вам, что это вот такая, несколько, как бы, ну, детская что ли реакция, вот. С другой стороны, если вы считаете, что все в порядке, ну, то есть, если это нормально, ну, вот. Если вы так, если вы так считаете, что опять же это свидетельствует о том, что мужчины, ну, вам не совсем подходит, вот. Но в целом, в целом, это правда выглядит как претензия, вот, это правда. То есть, это правда выглядит как претензия, что обидно, что не получила, подарок не дает. Вот. 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 Опять же, здесь, вот, подарок выносится на первое место, ну, на первый план. Он посчитал это претензии, потом тянули слепим другие недовольства мои. Ну, то есть, здесь вы как-то вот не замешаете свои личные ответственности за эти недовольства. То есть, что эти недовольства из себя представляют. Это требования, это какие-то страхи, это некоторые противоречия, которые вы пытаетесь решить, чтобы почувствовать себя лучше, да. То есть, вот. Он меня не слышал, при этом сам иногда мучил болото и тоже под влиянием плохого настроения. Он мог накрупиться, доревноваться, сильно обижать, просто так. Ну, опять же, вот вы говорите, мог обижать, просто так. Ну, вы поймите, пожалуйста, что человек не может никого обидеть. Это вы выбираете обижаться. Потому что так вы обращаетесь со своими чувствами. Если вас что-то обижает, то вас это задевает. Если вас что-то задевает, значит, вы сами пытаетесь это закрыть на это глаза. Вот. Ну, здесь по аналогии такое, что если это правда, то чего обижаться? А если не правда, то тем более, ничего обижаться. Понимаете, да? Как бы, а вариантов больше нет. Либо правда, либо неправда. Сейчас отношения зашли в тупик. Ну, я бы здесь рекомендовал вам поисследовать психологическую игру в тупик. Она так и называется. Опять же, увидите те механизмы, которые к этому приводят. Я осознал, что, конечно, историть и ругаться – это не способ найти компромисс в наших отношениях. Ну, я бы сказал, что вы осознали это по причине того, что начали бояться человека потерять. Я очень много истерила, и человек закрылся. Что такое истерика? Истерика – это потребность во внимании. Вы нуждаетесь во внимании. Потребность во внимании, такая фрустерированная, является психологической проблемой. Эта психологическая проблема решается на консультации. Но, в первую очередь, это ощущение собственной важности и значимости. Судя по тому, как развивались ваши отношения, я полагаю, что вы очень поспешили, да, поторопились, можно сказать, раствориться в другом человеке. Что говорит о том, что ваша жизнь вам, вероятно, не особо интересна. Отсюда истерика. Я поняла, что у него много психологических проблем, и, видимо, он не готов или не может все это переваривать. А если бы мог, то вы бы продолжали истерить. Получилось. Конечно, инвентализм присутствует и желание укрыться, чем решить проблему. Ну, это выбор. Личный. Личный выбор каждого конкретного человека. Я все прекрасно понимаю, но при этом люблю его и совсем не знаю, что мне делать, как собовести. Что делать, как собовести, чтобы что. Но, желание вам нужно разобраться в себе и решить свои проблемы. Которые у вас есть. А после этого вы сможете для себя определить, а нужен ли вам вообще мужчина. Вот. Понимаете, да? И дальше уже, я думаю, будет понятно, как и что делать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго.